Празднование Дня Великой Победы в Старом Москве как всегда пройдет масштабно. Однако прежде, 5 мая, город решил не упускать этот день, когда нам присвоили звание города воинской славы. К этой дате будет подготовлен видеоролик, а также запущено много информации по школам и детским садам. Мы считаем, что очень хороший идет у нас отклик именно от детей к родителям. И именно дети активно могут взять за руку маму-папу и привести непосредственно к мероприятию, которое посвящено этому событию. Что же касается самого 9 мая, то в первую очередь это должен быть праздник наших ветеранов. На сегодня в округе проживают 130 участников Великой Отечественной войны. И к Дню Победы им будут подготовлены подарки Константином Клюкой. Сегодня опять очередной первый он сделал такой шаг, предложение о том, чтобы поддержать этот праздник. И в частности каждому участнику Великой Отечественной войны, Елена Юрьевна, у нас их 129 на сегодняшний день, живет на территории Старо-Оскольского городского округа. Это обязательно поздравление и сертификат в количестве 5000 рублей каждому ветерану будет предоставлено. Уже традиционно в полдень будет проводиться митинг у Атаманского леса. А позже в 14.00 от бывшего здания мехзавода даст старт акция «Бессмертный полк». Маршрут прохождения колонны выбран с учетом общероссийского масштаба мероприятия. Стартует шествие, как говорил Светлана Николаевна, в 14.00 от бывшего проходного мехзавода и заканчивается шествие на площади Победы. Мы планируем, что оно закончится где-то в 16.00 часов. Еще одна интересная акция была «Весна – была победа» с 17.00 до 18.00 часов. У ДК «Комсомолец» будут собраны рисунки наших детей на тему Великой Победы. Мы хотим запечатлеть в детских рисунках и предлагать будем каждому ребенку, посещающему детский сад, посещающему общеобразовательное учреждение, а также мы эту информацию осветим. И опрошу и вас тоже осветить эту информацию в средствах массовой информации и на сайтах. Мы это будем размещать в ВКонтакте. О том, чтобы те дети, которые еще не посещают детский сад, которые еще не организованы, тоже вместе с родителями принесли бы рисунок, посвященный празднику 9 мая. И будет возможность разместить все эти рисунки на площади. Мы подготовим, натянем специальные веревки для этого, будут прищепки, где можно будет выбрать, потом будут урны для голосования, можно будет выбрать понравившийся рисунок и тем самым подведем итоги. Это лишь малая часть того, что нас ожидает к Дню Победы. Большое количество мероприятий начнется ранее и будет проводиться в течение всего месяца.